Мировая реклама В России Юрий Грымов Зачем брать ребенка на прокат И как попасть в рекламный ролик Примерно через полтора месяца Вы сможете увидеть рекламный ролик Одного столичного мясокомбината Сегодня мы приехали на Мосфильм Потому что здесь в первом павильоне Проходит кастинг актеров Сегодня в Москве работает огромное количество Рекламных агентств Еще больше неангажированных режиссеров Снимающих рекламу частным образом И все они регулярно сталкиваются С проблемой выбора актера Как правило это происходит в самом начале Так называемого предпродакшена Когда утверден сценарий Но еще не понятно кто его оживит Если клиент не настаивает на том Чтобы именно его продукцию рекламировала знаменитость Рекламное агентство готовит кастинг-бриф То есть документ В котором подробно расписан возраст Рост и вес желаемого актера А также должен ли он уметь готовить Соблазнять, совершать стрюки и так далее И пока бесплотный персонаж существует Только на бумаге в виде сантиметров Килограммов Десятки актеров и фотомоделей Переходят из павильона в павильон Пытаясь сняться в ролике Именно за этой дверью вершатся судьбы актеров Называется это помещение Ателье для проведения кино и фотопроб Сойдем Сегодня кастингуются только мужчины В двух категориях Те, кому слегка за 30 Они пробуются на роль менеджера мясокомбината И актеры более уважаемого возраста На роль дотошного эксперта Задача эксперта за несколько секунд На крупном плане сыграть переход От полного недоверия и сомнения До неожиданного одобрения Действительно Холод Эти две эмоции каждый проживает по-своему Почти молча, используя мимику Или напротив, добавляя в текст свои слова Вот уже попробовалось примерно 25 человек Скажите, пожалуйста, у вас есть ощущение Кто может подойти на роль одного или второго персонажа? Эти ощущения есть Я их не буду обнародовать Потому что это будет лоббирование, что ли Утверждать того актера, которого мы будем ежедневно Лицезрительной экране будет режиссер, агентство, продакшн И, наконец, клиент Именно на этом этапе зачастую возникают разногласия Да, это бывает сплошь и рядом Потому что в основном Ну, в частности, я 30 лет в кинематографии И рекламным бизнесом занимаюсь лет 10 всего И поэтому у меня взгляд на актера несколько киношный Анатолий Афшалумов, режиссер студии PSTVC В качестве второго режиссера работал с Рязановым, Суриковой, Егором Кончаловским Над фильмами «Антикиллер», «О бедном гусаре», «Замолвите слово», «Человек с бульвара Капацинов» и другими У нас работают профессионалы очень высокого класса Которые очень хорошо понимают, чего надо клиентам Хотя бывает, что клиент не утверждает актера И мы переискиваем просто Проводим дополнительный кастинг Надеюсь, что сейчас такого не получится Первым в длинной цепочке утверждения актера на роль стоит кастинг-директор В самом начале именно он решает, или точнее, предполагает, кто станет лицом бренда Как попасть в рекламный ролик, расскажите? Очень просто Начать нужно с того, что прийти в агентство Или просто мне посвадить А вот это секрет Люди любят сниматься в рекламе? Люди любят, актеры не любят Почему актеры не любят? С чем это связано? Ну вот считается, что реклама мешает в их дальнейшей работе Хотя мы знаем, что примеры совершенно противоположные Абсолютно верно Есть масса примеров, когда после того, как актер снялся удачно в хорошей рекламе Его начинают снимать активно Например, с Грымовым мы делали рекламу НТС Там была имитация старых фильмов Один из фильмов «Подкидыш» И там снялась Оля Прохватыва Так вот после того, как эта реклама вышла Она в образе Раневской была Мне начали звонить ассистенты режиссеров по актерам с фильмов Простили ее телефон По-моему, ей это только на пользу пошло А это уже просто интересно Это же не просто стоишь как дурак и говоришь Это прокладки, это стиральный порошок Это то, что все делают Я вот в такой рекламе не игровой не снимаюсь практически Я снимаюсь в игровой рекламе Это все равно мини-фильм получается А что вы про кастинги скажете мне? Ну, кастинги – это вещь необходимая Вам не обидно, если вдруг отказывать? Нет, я вот не обижаюсь Потому что дело такое Иногда даже, наоборот, бываю рад Потому что иногда бывает Пробуешься на кастинг Кажется, что это хороший ролик был А потом смотришь, думаешь Ну и слава богу, что не снялся Потому что неинтересно Иногда бывает очень хороший Думаешь, жалко Узнать, какие эмоции вызвал у актеров этот ролик И вообще рекламная история Какого мясокомбината здесь началась Вы сможете в начале апреля Следите за рекламой А пока смотрите готовый ролик Кастинг для которого был проведен Три года назад Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вывернутые под вас джинсы Разработанные Левис Вы смотрите программу «Мировая реклама» Сегодня моим гостем и соведущим Будет самый известный режиссер рекламы Юрий Грымов Добрый вечер, Юрий Добрый вечер Юрий Грымов Режиссер Арт-директор в студии Ю Автор более 500 роликов и видеоклипов Получивших 50 призов на международных фестивалях Академик рекламной ассоциации РАРА Лауреат премии президента России В области образования Работы Юрия Грымова были удостоены Золотой медали фестиваля Golden Awards of Montreux В 94-м, 95-м, 96-м годах Вошли в шот-лист Каннского фестиваля рекламы Во всемирную коллекцию лучшей рекламы мира Буртико и многие другие Скажите, пожалуйста, Юрий Вы потихонечку все глубже и глубже уходите в кино Вам тесно становится в жанре миниатюры? Или это связано с чем-то другим? Нет, потому что для меня неинтересно На самом деле я 15 лет занимаюсь рекламой И сейчас занимаюсь на меньшей степени Я к ней стал относиться более потребительски Поэтому мне просто не так интересно Кино, театр Это, мне кажется, это гораздо более емкое понятие для меня Хотя реклама довольно интересная Как тренировка, как зарабатывание денег Почему? И сейчас занимаюсь рекламой Ничто другое? Ничто другое не называется против Скажите, а вот вы фактически считаетесь Самым известным русским режиссером рекламы на Западе Скажите, как русскую рекламу? Ну, по-разному Все когда-то в 95-м году так сильно все началось В 96-м году я начал И не только я, многие стали ездить по западным фестивалям И побежали Да не все побеждали? Ну, многие, многие На самом деле, внимание было ко многим И, конечно, для многих было это очень необычно для иностранцев В Лондоне Я когда побеждал в 97-м году То многие даже трогали Они не верили, что в России кто-то занимается рекламой И почему-то еще выглядит не очень русским То есть там Глеб выпалился? Ну да, мы не верили Но на самом деле к этому отношению Очень быстро все изменилось И немножко поняли, что Россия То же самое, что любая страна И это все очень быстро произошло Французский лучше учить в Мегросе Итальянский тоже И, очевидно, английский Школа-клуб Мегрос Все, что вы хотели бы узнать и более того Наша реклама, когда ты ее смотришь Она чересчур русская То есть я не представляю, как можно Такую рекламу увести на запад Или фестивальная реклама Она в корне отличается от той, которую мы видим На самом деле фестивальная реклама Немного отличается Но то, если мы говорим сейчас про рекламу Сегодняшнего дня То она, конечно, ужасная На самом деле российская реклама Она, к сожалению, как раз утратила Некие национальные особенности Есть лица русские Но самоподача Многие работают по западным шаблонам Ну, западных агентств И я это сильно не люблю Поэтому я и стал заниматься больше кино Потому что требуется более других И творческих чувств Пошли! Если вы задумаетесь, я думаю, что у вас будет неприятность Угримов, да, он... Просто я влюбилась в него Ну, ничего страшного Можно отвечать на те вопросы, которые действуют? Можно отвечать на те вопросы, которые действуют? Я считаю, что то, что в России стала реклама хуже Это ошибка Потому что Россия ближе к Богу Более творческая, ну, как бы страна И то, что здесь показывают этот идиотизм Каких-то таких проамериканских реклам Ну, форму подачи, понимаете Я считаю, что это плохо Вообще это ошибка? Это ошибка клиентов? Ну, это ошибка... Это все страна Страна стала другая Ведь на рекламу влияет, на самом деле, очень много Начиная от политики, экономики, время года Ну, всего, да Это очень сильно влияет Всевозможные тенденции развития моды Ну, всего Это все замешано То, что сейчас стало все примитивно и неинтересно Наверное, стоит анализировать Но это, как бы, не моя задача То, что стало хуже Ну, в плане рекламы Если вы вспомните рекламу лет 5-6 назад Она была гораздо интереснее И, на самом деле, то реклама, которая идет Значит, такая наша страна Значит, мы так живем Мне кажется, это тоже одна из причин Почему вы решили все-таки потихонечку уходить Или выходить, во всяком случае Или сходить в рекламу Потому что вы... Вам хочется, наверное, больше свободы То есть реализовываться Не то, что свободы Ну, как бы, знаете Когда немножко вот возраст какой-то уже немножко другой Иногда кажется, что у тебя есть уже что сказать больше Понимаете? Нежели быть ангажированным режиссером Да Но хотя, все равно я делаю рекламу Делаю ее на совести И мне даже это иногда доставляет удовольствие Как вы отбираете актеров? Когда-либо вы снимали Заменитостью, большой величиной Ну, много, много таких вещей На самом деле, отбор актеров Если мы говорим про рекламу То все время это подбирается под ту задачу Которую мы перед собой ставим В плане продвижения товара То есть ищем там лицо Если мы говорим про кино То это немножко другая вещь Или там про театр Меня никогда не интересуют актеры Меня интересуют люди Потому что это две разные вещи Совершенно актер и человек Вот, поэтому ищется под задачу Я уверяю, что нет такой профессии актер Есть люди Человек или интересный, или неинтересный Это очень важно А вам интереснее Николь Кидман? Знаете, я не знаком с ней Поэтому я не могу комментировать Николь Кидман То, что я вижу, кое-что Мне кажется, симпатично Мне кажется, она довольно-таки азартная девушка И мне кажется, что она знает, чего она хочет Но очень важно жить А вместе поработать или что-то делать Мне сложно комментировать Ну, вот она уже снялась в рекламном ролике Вы знаете, да Для духов Шанель номер пять Ну, это бизнес Это бизнес, это огромные деньги Она получила под 900 тысяч Почти миллион долларов за каждую минуту Да, да Сейчас мы не сможем вам показать этот ролик с Николь Кидманом Но мы вам покажем другой ролик Даже целый фильм о других духах Другой красавицы Черно-белый шедевр Жузепа Торнаторе Сицилия КОНЕЦ Почему такое большое количество рекламных критиков Обсуждали наличие вертолетов, мерседесов В вашем сериале О одной Ну, я понимаю, что вы Продолжение следует Люди, они Устроены странно Ну, мерседесы, ну, вертолеты Они же внимательно не смотрят Та реклама, которая была сделана Со временем для МТС Была реклама ВИП Проекта ВИП, да И люди, которые сами являются ВИПом Они прекрасно понимали Что это за машина И почему реально бегут люди А те люди, которые обоникают А почему бегут люди с машиной Значит, это не та категория ВИП Это не та целевая, ну, аудитория Ну, то, что люди обсуждают что-то Да на здоровье Слава Богу, мне хватает ума Это не слышать И там, ну, не читать И всю эту билиберду Неужели вы не читаете? Ну, не все А вас не задевает, когда? Ну, иногда Да нет, ну как Если меня там обсуждают Что-то, говорят, то, что я делаю Там, в кино или в рекламе Ну, собак лает, караван идет Ну, главное, что-то делать Я очень много чем занимаюсь И если я буду на все обращать внимание Поверьте, у меня даже не будет время С вами поговорить А я буду где-то читать какое-то дерьмо там написанное Нет, я очень рада, что мы сейчас с вами разговариваем Ну, поэтому я разговариваю А как вы восстанавливаетесь? Вот когда вы отдаете очень много Это быть режиссером, это очень сложно Сложно, ну, как, ну, как Тоже люди, секс, я не знаю Как все люди То есть это, ну, как, что я как Специальных допингов я не принимаю Я считаю, что наркотики это действительно полное дерьмо Потому что нельзя в свой любимый организм это вводить Общение, люди, новый проект Сейчас затеваю я проект Калас-Кукотского Большой проект, 12-й, может, был Многое, работаю в Большом театре Я сейчас за имиджевую политику отвечаю Кто занимается поддержанием Большого театра Каким он станет после нынешнего? Ну, потихоньку, это сложный момент Вы понимаете, что такое у Большой театра? Это у государства Да, вот мы сейчас сделали там фирменный стиль Меняем сайт Ну, потихонечку что-то такое делается Это безумно интересно Он станет более демократичным? Нет, я думаю, что мы попробуем Мы систематизируем то, что происходило за 200 лет Пытаемся найти образ, да Потому что должен быть зафиксированный образ Большого театра А за 200 лет этого не произошло, да К сожалению, да Это не связано с творчеством, с визуальным рядом Поэтому мы пытаемся, чтобы он стал более демократичным То есть он должен ближе быть к людям, которые ходят в театр, да И в то же время за ним должна быть современность Но также за ним должен чувствоваться шлейф 200 лет Это тоже очень важный момент Также продвигаются артисты, но много всего Это очень интересно Что такое? Мама! В машине ребенок Я знаю, я взяла его взаймы Взаймы? Ребенка? Только на один день Миссис Томпсон попросила отвезти его в парк Это не парк Парк, машина Поезжай туда, прямо к павильону Успокойся Все хорошо, мы с ребенком В Теско мы делаем все, чтобы помочь людям с детьми Хорошенькая, как ее зовут? Спасибо Никола, Финги Идемте Не хотите ли поменять? Нет, спасибо, нас вполне устраивает этот ребенок Мама Теско Помощь в самом малом А вы дорогой режиссер? Думаю, что да Думаю, что да Но, опять-таки, мне должно быть очень интересно Тогда это все обсуждается Тогда все это обсуждается А потом, от чего отмерять, дорогой или дешевый? Я думаю, что я привередливый в том плане, что я хочу делать хорошо Я отвечаю за то, что я делаю И за качество, которое я делаю Можете это сказать заказчику? Конечно Он пришел с мешком денег и говорит Ну, никто не приходит с мешком денег Нет, я считаю, что заказчикам мы партнеры Мы должны друг друга уважать То есть я никогда не занимаюсь бизнесом Не понимаю это Но то, что я делаю Вы же не спорите с врачом А что-то вам прописали таблетку от головы А у вас болит там другое место Поэтому я сторонник профессиональных отношений И я рад, что в России много есть агентств Которых я знаю И которые очень профессионально работают Спасибо На этом у меня все Сегодня со мной Эта программа провел знаменитый Юрий Крымов Мы встретимся с вами через неделю Пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин